Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и это вторая часть прохождения новой сюжетки, так что устраивайтесь поудобнее или седлайте своих коней и поехали! Мне теперь не дает покоя несколько мыслей. Первая мысль, учитывая реакцию сегодня Авалона на то, что мы связались с ведьмой Пии, которую при этом сами же и излечили, да, в золотое яблоко, это вызвало у него жуткое недоверие и негодование. Но при этом он спокойно общается с миссис Холсворт, которую мы видели неоднократно в обществе защитников Айден с друидами. И я-то думала, кстати, что она одна из них, пока где-то не упомянулась, что она старая ведьма. Хорошая ведьма. Но учитывая реакцию Авалона, такое чувство, что у него какая-то проблема с ведьмами, и для него, по идее, все ведьмы плохие. Но почему же миссис Холсворт тогда настолько вызывает у него, к нему, у нее, у него, к ней доверие? Я же запуталась. Ой, ну сейчас узнаем, что мы вообще скрываем, что от нас скрывают, что мы пытаемся найти вообще, что нас ждет дальше. Ой, как много народу. Кстати, смотрите, разработчики как сделали, чтобы не загораживать лошадьми персонажа, нас автоматом просят слезть. И это очень удобно. Здорово навестить Морланд, правда? Повод не самый приятный. Интересно, как дела у Джастина? Да ладно, Джастин... А, нет, все нормально, извините. Перепутала персонажа. Хм, странно, миссис Холсворт всегда где-нибудь тут хлопочет. Узнай, дома ли миссис Холсворт. Нет, дома никого. Но что-то подсказывает мне, что она была здесь совсем недавно. Эх, как же надоело без конца гоняться за ответами, которые вечно ускользают. Ага, ну да. Знаешь, мы часто сюда приезжали, Алекс, Линда и я. Давным-давно, задолго до того, как вернулись к Гарнак и Темной Всаднице. Мы сидели у миссис Холсворт, пили чай с ее домашним медом и слушали рассказы об истории Юровика. После всех передрягов совсем забываю, что когда-то мы были обычными подростками. Но по меркам острова лошадей, не считая волшебных сил, прямиком из древних легенд. А затем я застряла в Пандору, и вы спасли меня, и с тех пор все изменилось. Клучше? Да, нет, не знаю. Все стало совершенно иначе. Но иногда мне кажется, что я и не пропадала вовсе. А бывает так, что я вспоминаю каждую секунду, что провела в том кристалле, пока не очнулась. И мир остался прежним. А я стала совсем другой. Знаешь, какая самая большая перемена? Вместо четырех духовных наездниц, нас теперь пятеро. Ты действительно все изменила, Дарья, и тебя ждет яркое будущее. Давай проведем время вместе, как все закончится. Только ты, я, Конкорд и танцующая арфа. Восполни недостаток приятных воспоминаний, а? Окей. Так, нажимайся. Смотри, кто-то идет. Это Кора? Ко-о-о-о-о-о-о. Ого. Неожиданно. Кора, ты здесь какими судьбами? Меня отправил мастер разведки. Зря я согласилась ему помогать. Хочется вернуться в мою маленькую хижину в этой части острова, слишком много суеты. Постой, мастер разведки выслеживает миссис Холдсфорд? Зачем? Скорее присматривает за ней. После исцеления Фрипа она внезапно заявила, что ей нужно кое-что изучить. Мастер разведки сказал, что она решила покопаться в самых сокровенных архивах, практически неизвестных и неисследованных, там куда заглядывают единицы. Я попыталась выяснить о чем речь, но его отвлек Люсьен, и мои расспросы остались без внимания. Покопаться в сокровенных архивах. Неподалеку только библиотека Серебряной Поляны, но это точно не сокровенный архив. Куда заглядывают единицы? Или... Лиза рассказала, что миссис Холдсфорд помогла вернуть Фрипа с помощью какой-то сказки. Дарья, ты же присутствовала при этом? Что-то о том, как Надежду Пандоры и Фрипа бросала из одного мира в другой. Но откуда она об этом узнала? Линда прочесала все библиотеки на Юрвике и таких фантастических рассказов не встречала. Да и у защитников вряд ли есть подобная литература. Постой! Не может быть. Или может. Да, наверное. Кажется, я знаю, где миссис Холдсфорд. Фортуна Мария. Миссис Холдсфорд в загородной библиотеке Форта Мария. Да, об этой библиотеке знают лишь те, кто погружен в самые глубокие тайны магии. По словам мастера разведки, туда заглядывают раз в 20 лет. Что такое, Биппер? Точно. Биппер просит передать, что его отправили с посланием для миссис Холдсфорд, но он не смог попасть внутрь, поэтому я решила его проводить и посмотреть, не вернулась ли она. Ее здесь нет. Он спрашивает, проверяли ли вы дом? Он закрыт. Хм, это плохо. А это мысль, Биппер. Я им скажу. Он посоветовал собрать остальных духовных наездниц и отправиться в Форт Мария и прорваться сквозь чары, которые окутали это место. О, как мило. Он спрашивает, нужно ли что-нибудь передать другим духовным наездницам. О, спасибо, Биппер. Но у меня есть телефон. Хе-хе-хе. Нужно искать. Ну, и где? По телефону говорить не стоит, но... Асанаса в Фосортасе Масареси Яся. Чего? Это на Пандерянском, что ли? Дарья, ты что-нибудь поняла? Лиза, мне нужен перевод. Анна, ты опять используешь шифр? Я же говорила, Алекс не понимает. Миссис Холдсфорд Фосорт Масареса Яса. Не может быть. Как это? Она говорила, что бывало там. Но я не придавала этому значения. Это правда. Нужно отправляться туда и искать вход. Прямо сейчас. Поговорим при встрече. Дарья, можешь себе представить? Сначала пробуждается древний орден святых женщин спустя века. Затем одна из мудрейших ведьм устраивает внезапную вылазку из запретной библиотеки и пропадает. Мы явно не видим всей картины, но времени и раздумьев нет. Поехали. Форт Мария зовет. Форт Мария. О, это то гигантское здание около конюши Нью-Хилкеста? О, неужели? Неужели я наконец-то там побываю? Столько лет. С семнадцатого года. Как я играю. Я и подумать не могла, что я, во-первых, что оно все-таки будет открыто. Но это было логично. Но что я доживу до этого времени? В те далекие времена я даже и представить не могла, что меня настолько затянет ССО. Что я начну вести свой канал. Что буду показывать много чего интересного на этом канале для вас. Что столько лет вы будете со мной. Я даже подумать об этом не могла. И сейчас мы едем открывать Форт Мария. Наконец-то! Это прям для меня очень важное событие. И я очень рада, что я до сих пор в ССО. И я могу это лицо зреть. Если я не ошибаюсь, то последний раз... Что это? Ой! Ой-ой-ой! Что я говорила? Последний раз я была здесь, когда мы выполняли задание с Риком. Да, наверное, тогда. Ох! Это напоминает прям какой-то вход в данж. Ты здесь. Не верится, что миссис Холсфорд в Форту Мария. И мы отправимся вслед за ней. Похоже, добраться до ворот Форта Мария будет непросто. Так, доберись. Снова здорово. Эта таинственная сила явно нас преследует. А может, это мы ее преследуем? Кстати, сила уже не такая таинственная. По словам Пикю, вызвала Вала. Миссис Холсфорд должна знать, что с ней делать. Вала, значит, это не выдумка, а не существует. И каким-то образом вернулись. Это нас не остановит. Востроитесь друг за другом и вперед. Только ни в коем случае не сталкивайтесь с вихрами. Если они похожи на те явления из лесохолов, лучше к ним не приближаться. Поехали на счет три. Раз, два, или сначала три. Два, ладно, к Фрипу все, погнали. Ничего себе. Аликс ругается. Так, надеюсь, у меня получится. Надеюсь, у меня получится. Надеюсь, у меня получится. С первого раза, пожалуйста. Только ни в бог, только ни в бог. Ура! О, а чувачка тут уже нету. Он тут был, помните? Пузатик такой. Ай, тихо, не кусай меня за полу. Ну как, все целы? Отлично. Я, конечно, не часто здесь бываю, но припомню, чтобы вход закрывали эти устрашающие... Не припомню, чтобы вход закрывали эти устрашающие корни. Их точно не было. Подозреваю, что они здесь из-за миссис Холдсворт. Отступать нельзя. Только миссис Холдсворт может рассказать нам о Вала. И судя по бесконечным препятствиям, они это понимают. Эта колючая стена не только мешает нам войти, но и удерживает миссис Холдсворт внутри. Допустим, колючую стену возвели с помощью древней магии Вала. Значит, чтобы ее уничтожить, тоже понадобится магия, верно? Круг Молнии должен помочь. Молнии наверняка справятся с этими колючками. Дарья, ты же владеешь магией Круга Молнии. Помоги, Алекс. Давай, Дарья, спалим этот чудесный шиповничек. Можешь взять мою рунную палочку, чтобы направлять силу Круга Молнии. За столько лет я руками все это делала. Спасибо, обойдусь. Так, и давай, 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 давай. Игнацио. Там Симс с Гарри Поттером. Игнацио. Игнацио. Такая-то обычная. Нет? Ай. Что? Стоп. Что? Ребята, у нас проблемы. Фу, дурацкие колючки. Не получилось. Похоже, даже наши молнии не могут справиться с колючками древних колдуньей. Что делать? Предлагаю смотреть на вещи проще. Это же, по сути, сорняк-первездок. Поступим с ним как садоводы. Как садоводы? А это идея. Хотя тут потребуется грубая сила. А еще много шума. Алекс, ты только не говори. Пора пустить вход бензопилу. Дарья, окажешь честь? У тебя получится, не бойся. Руби смело. О нет, это безумие. Не могу смотреть. Вот к чему меня готовили вырубка кустов по пути в гарантию в самом начале игры. Оно не бесполезно. Оно меня готовило к этому дню. Так, сам усилял, что-то поможет. Даже попробуем. Надеюсь, это поможет. Айдь. Не помогло. Уж с третьей попытки должно что-то сработать. Я в этом уверена. Какая хитрая система защиты. Ничем не возьмешь эту колючую преграду. Нужно поискать другой способ попасть внутрь. Какой-нибудь потайный вход. Я видела позади форта пещеру. Но вход в нее завален камнями. Может местные жители что-то знают про другой вход. Есть много семейств, которые живут здесь целую вечность. На вскидку могу назвать Беттергрудов и Винтервелов. Мы же общались с их призраками в большом громе. Правда, не уверена, что они будут нам рады. Возможно, я нечаянно растоптала парочку костей. Больше никаких костей. Давай разделимся и поговорим с кем-нибудь живым. Идем. Мы с Анной поговорим с Винтервеллами. А я пообщаюсь с Беттергудами. Дарь, это со мной? А я вот думаю, надо спросить Майю. Ведь ее земля, семья жила здесь какое-то время. Пока не переехала на забытые поля. Так что я с ней поговорю. Да ну? А это не предлог провести время с подругой. Что-что, прости, я немного оглохла от визг без пилы. Погета. Алекс в своем репертуаре. Ладно, Лиза, пора двигаться. Бернардин, мэр Ньюхилкраста из Винтервелов. Надеюсь, он сможет выделить для нас минутку. Дарья, поехали к Беттергудам. Наверное, стоит начать с самого приятного из них. Роберта. Кажется, я знаю, где его искать. О, ребята. Ну, поехали. Кстати, есть лайфхак. Проехать вниз вот по этой тропиночке сбоку от спуска. И вас не заденет. Кстати, спускаться оказалось куда сложнее, чем подниматься. Так, 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 и так, и так. Мы почти на месте. Но, кстати, я не помню, кто там был такой самый приятный из их семейства. Какой-то Роберт. Я не помню этого человека. А, или это... Который в зомби превращался. Привет. Привет. Ты Роберт, да? Ваша семья живет в Упоне уже многочень долго. Ты, наверное, столько всего знаешь об этой местности. Мы хотели бы узнать про Форт Мария. Можешь рассказать что-нибудь об этом месте? Например, нет ли там каких-нибудь потайных входов? Решили пробаться в Форт Мария. Полагаю, вы представляете себе все риски? Это весьма опасная затея. Нет. Знаете, у меня есть друзья, похожие на вас. Вечно ищут детских приключений на свою голову. Увы, я мало что знаю о форте, зато подскажу, к кому стоит обратиться. Это мой брат Джуниор, он считает себя за главного. Если подыграете, расскажет все, что знает. Ищите его у дома на холме Баттерхилл. Только скажите, что я вас прислал, чтобы он вас не прогнал. Спасибо, Дарья. Поехали в дом Баттергудов. Ой, мамочки. Ой, так мы на месте. Я, кстати, всегда думала, что они семья вампиров. Что вы здесь забыли? Это частная территория. Ты должен быть Джуниор Баттергуд. Нас прислал твой брат Роберт. Мы собираем информацию о форте Марии. Он сказал, что ты можешь что-то рассказать. О форте Марии? И откуда мне знать об этом заброшенном месте? Форт Марии закрыт уже много лет. Правда, есть человек, который мог заставить его открытым. Мой папаша. Попробуйте постучаться в наш особняк. Может, он ответит. Удачи вам. Он, мягко говоря, не самый привателенный хозяин. Мо-хо-хо-хо. Эм, спасибо. Псс, Дарья, если верить слухам, Вильдамара Баттергуда давно никто не видел. Интересно, будет с ним... Будет с ним пообщаться? А он вообще жив? У меня вопрос. Я слышу орган. Мои мысли про то, что это семья вампиров. Мне не нравится. Тук-тук. Это я. Открываю врата. Десять долгих лет. Никто не стучался в дверь моего священного жилища. Итак, кто осмелился втрубнуться в мое обиталище? Мистер Баттергуд, я Линда Чанда, а это Дарья. Мы хотим узнать про Форт Мариэ, а именно не знаете ли вы о каких-нибудь потайных входах? Мы собираем информацию для школьного проекта о Юрвинских фортах, будем рады любой наводке. Форт Мариэ, я помню времена, когда он еще был открыт. Много странного людо проходило через него незаконцы в мантиях, скользившие по земле точно призраки. Ходили слухи о древних орденах, забытых пророчествах. До сих пор поговаривают, что в его бесконечных коридорах таятся невероятные твари. Увы, эти моим знания ограничиваются. Попробуйте спросить моего сына Скотта. Он вечно толкует о загадках всех мастей, НЛО, криптидах, тайных туннелях, в недрах Юрвика, которые ведут в институт, где изучают чудовищных созданий. Богатое воображение у парня. В этот институт мистера Сандер, который в монстра превратился, его туда отправить хотели. Думаю, он отправился на вылазку, разыскивает очередное мифическое создание в деревне. Интересно, что на этот раз баба Юрга? Я сказал, достаточно. Вы узнали то, что хотели. Так что покиньте наше владение и оставьте мою семью в покое. Мы не слишком привечаем гостей. Спасибо, что уделили нам время, мистер Баттергуд. Мы обязательно поблагодарим вас в нашем докладе. Думаете, не раскусила ваши истинные мотивы, а? Духовные наездницы. Доклад. Жалкое прикрытие. Баттергуд зазнает обо всем, что происходит в этом городке. Пока вы нам не мешаете, можете вместе с дуэдами исполнять свои безумные предназначения. А теперь уходите, оставьте меня в покое. Он ушел? Ушел. Ты почувствовала, как будто сразу стало теплее? Не верится, что мы заговорили с самим Вальдемаром Баттергудом. Он не появлялся на лидер уже много лет. Если при нем форт Марио еще был открыт, то сколько же ему лет? Ладно, у нас наконец появилась зацепка. Поехали на поиски Скотта Баттергуда. Он должен быть в деревушке полумесяца. Поехали. Жутко до ужаса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok другой вход можешь может покажешь его нам мы будем так признательны по-твоему я мальчик знаешь ли борода еще не знаю что я мужского пола хочешь сказать что у человеческих женщин старости не может расти борода невероятно поправить сказать много чего значит вы хотите попасть запрет на библиотеку форта мария и думаете что я вам все расскажу вот так запросто ох и призабавные вы людишки и глупые пожалуйста помоги наша подруга внутри и нам нужно ее проведать ничего с вашей подругой не сделайте она в компании всех книг какие знает юрик к тому же они позаботиться моя бабуля она постоянно бывает в библиотеке а вот я страдаю от вашего вторжения и бесконечных оскорблений хотите форт-мария сначала докажите что вам можно доверять это понятно после такого неприятного знакомства мы обязаны завоевать доверие беатрикс да видите себя хорошо вообще не считая нелюбезного приема я рада что со мной хоть кто-то поговорил обычно люди сбегают как мы можем завоевать доверие доверие беатрикс дайте подумать о вот точно у меня есть пара предложений ну давай каждый день выполняйте две моих небольших просьбы и совсем скоро буду готова впустить вас форт-мария о нет вот так господа и закончилась вторая часть прохождения сюжета связанным с поиском бабуля хэмсфорд не знаю в общем с поиском решения проблем с таинственной силой теперь в течение двух несколько несколько некоторых дней нам нужно будет выполнять по два задания и тогда мы прокачаем репутацию нет я еще не готова впустить тебя в мой дом библиотеку форта мария но уже кажется классно что мы сможем туда войти приходи каждый день и мы с тобой быстро сблизимся но все равно очень классно что скоро мы попадем вовнутрь этой библиотеки так что ждите следующих видосиков когда я выполню и прокачаю репутацию с beatrix так что на этом все я с вами прощаюсь не забывайте тренировать своих лошадок чистить их а также угощать морковка и всем пока удачи вам и до встречи в следующем видео по приключениям с beatrix и всадницами